Сотрудники ГИБДД приехали на конечную остановку Новоселов-60. Первый автобус, техническое состояние которого проверили, 60-й. Люфт рулевого управления в порядке других недочетов нет. Может ехать по маршруту. Если бы нашли нарушение, водителю выписали бы штраф, машина бы дальше не поехала. Автобус ставим на специализированную штрафную стоянку и не допускаем дальнейшего движения. А для водителя 98-й маршрутки рабочий день окончен. Во время проверки госавтоинспекторы увидели, что в конструкцию транспортного средства владелец внес изменения, не согласовав их с ГИБДД. Маршрутку, в которой предусмотрены только сидячие места и изначально предназначенную для междугородних перевозок, пустили на городской маршрут. Было произведено демонтаж одного пассажирского сидения. Перевозчик изначально постарался даже позаботиться о безопасности, воткнул заглушки. Но, как видим, видимо, в процессе эксплуатации они вылетели. Соответственно, теперь водителю грозит штраф 500 рублей. Выпишем, проведем проверку в отношении перевозчика, должностного лица, как, почему он выпускался. И с маршрута данный автобус будет снят. Сам водитель в том, что перевозил пассажиров, нарушая безопасность, не сознается. Уверяет, кресло сломали, а не убрали и просто не успели отремонтировать и поставить на место. Ну, сидушку сломали, сделали ее, я сейчас поеду, поставлю. Заварили. Спинку оторвали, она откладывается и оторвали ее. Поэтому сняли, чтобы заварить. Планируете выйти на маршрут дальше, да? Ну, естественно, поеду, поставлю. Мне привезли ее вчера вечером, поздно. 5 тысяч штрафа заплатит сотрудник, проверявший состояние еще одного автобуса. Машина, ездить в которой опасно для жизни, перевозила рязанцев. На покрышке данного транспортного средства имеется боковой порез. Это является нарушением и может привести к взрыву колеса, а также потере управления транспортным средством. Статистика ДТП с участием автобусов выглядит пугающе. Только за 8 месяцев этого года 112 человек получили ранения, 2 человека погибли в таких авариях. В августе текущего года по вине водителей автобусов совершено 4 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 3 человека получили травмы. По видам ДТП в августе произошло одно столкновение, 2 наездных пешеходов, 1 наезд – настоящее транспортное средство. Сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Автобус», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции проведут еще не одну проверку коммерческого транспорта. Не исключено, что не выход некоторых авто на маршрут спасет еще не одну человеческую жизнь. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».